Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. В последнее время деятельность сотрудников антикоррупционного комитета носит особо опасный и напряженный характер. В последнее время сотрудники команды Никиты Михалкова, известные артисты, в связи с постоянными нападениями и покушениями, все чаще живут на съемных квартирах, а своих родных они отправили в другие города, чтобы оградить их от неожиданной опасности. В связи с этим глава организации Никита Сергеевич Михалков сделал экстренное заявление. Цитата. Нас не запугать. Никакая сила не остановит работу антикоррупционного комитета на пути к справедливости и порядку. «Мы прижали хвосты коррупционерам и преступникам шоу-бизнеса и высших эшелонов власти, и они до последнего будут биться за свое богатство». «Всех болеющих за антикоррупционный комитет заверяю, что наша команда работает в штатном режиме, на пути полной победы над преступностью и коррупцией», – жестко заявил Никита Сергеевич. Однако враги и недоброжелатели антикоррупционного комитета не дремлят. И сегодня, воспользовавшись личной трагедией в семье главы организации Никиты Михалкова, они нанесли подлый и неожиданный удар по сотрудникам антикоррупционного комитета. Сегодня утром Никита Сергеевич Михалков впервые не присутствовал на важном совещании антикоррупционного комитета. В связи с личной семейной драмой глава организации направился на Кунцевское кладбище столицы, чтобы договориться о коллективной молитве о выздоровлении его дочери Анны Михалковой, которая уже целый месяц находится в состоянии комы, по причине того, что несколько недель назад на дочь Никиты Сергеевича было совершено нападение. Однако недоброжелатели антикоррупционного комитета совершили подлый и беспринципный поступок. Они воспользовались тем, что Никита Михалков находился в подавленном состоянии и совершили временный арест главы антикоррупционного комитета, который был основан на ложных доносах. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, арест совершали высокие полицейские чины по приказу и требованию их близкого друга и недоброжелателя антикоррупционного комитета пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего. Стало известно, что на Никиту Сергеевича Михалкова подали жалобы некоторые главы регионов Российской Федерации по причине того, что в их городах открывались филиалы антикоррупционного комитета. И это очень не нравилось местным чиновникам. Однако, как сообщает пресс-служба организации, предательский план недоброжелателей антикоррупционного комитета не удался. Уже через несколько часов после ареста Никита Сергеевич был на свободе и вновь появился в антикоррупционном комитете. Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Большая трагедия в рядах антикоррупционного комитета. Несколько дней назад ушла из жизни родная дочь известного певца и члена организации Сергея Беликова Наталья. Причина смерти – онкологическое заболевание. Рак кишечника. Под руководством сотрудника антикоррупционного комитета и известного артиста Николая Цискоридзе в ближайшее время будут открыты пять бесплатных школ балета в городах Магнитогорске, Красноярске, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. При содействии организации по борьбе с преступностью и коррупцией и органов полиции в трех городах Российской Федерации, включая Владивосток, Калининград и Мурманск, были арестованы и конфискованы сеть ресторанов известного певца Валерия Меладзе. Данные заведения принадлежали известному певцу и его дочери. Причина ареста – неуплата налогов и грубое нарушение санитарно-гигиенических норм. Печальная новость из мира шоу-бизнеса. Известный журналист Атар Кушанашвили оказался в больнице с диагнозом цирроз печени. Журналисту необходима срочная операция. На данный момент Атар Кушанашвили находится в реанимации, но в сознании. Сегодня день памяти известных артистов – певца Виктора Цуэ и актера Валерия Золотухина. Валерию Золотухину могло бы исполниться 83 года, а Виктору Цою – 62. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok